Ом Ти Ви Юэй про головне. Бои идут тяжелая, обстановка очень напряженная, непростая. Будем следить за развитием событий. Ситуация в целом, конечно, мне известна. Тем не менее, хотелось бы вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас. Знаете, что интересно? Все ребята, которые наши подразделения Ахмад Другое, которые здесь находились на границе, вот что интересно, они все до сих пор находятся на своих позициях. В настоящее время подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Из зоны боевых действий, автобусами и на личном транспорте вывезено с обстреливаемых территорий более 200 человек. «Врут по телевизору, врут, 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 и врут, твари врут. Ворота не спасал, люди сами спасались. Эти твари администрации врут, себе медали вешают на плечи, на грудь, только потому люди сами спасались». Очень консервативная сводка Константина Машовца, только то, о чем можно говорить, и общее мнение о происходящем. Фактически речь идет о двух направлениях движения ВСУ – на Суджу и на Коренево. ВСУ действительно перерезали ракаду Коренево-Суджа, как минимум на участке «Зеленый шлях» Свердликово. ВСУ продолжают продвигаться по направлению Любимовка-Коренево. По трассе Р-200 в направлении Суджи и чуть южнее в направлении Мелового. Даже сейчас российское командование имеет очень отдаленное представление о реальном составе наступающих подразделений ВСУ. ВСУ пытались прорваться на территорию Курской области неудачно. Темпы продвижения России во время начала ее Харьковской операции 10 мая и близко несопоставимы с тем, что сейчас делают ВСУ. В течение двух суток ВСУ взяли под свой контроль значительно большую территорию, чем российские войска в Харьковской области за полтора месяца. В полосу ГВ Курск командование ВС РФ начало перемещать часть сил из ГВ Белгород, которая действовала на Волчанском направлении. Перемещение российских резервов пока ограничивается полосой ГВ Север, то есть они пока не снимают подразделения с Донбасса или с юга. Если Россия начнет снимать резервы с других направлений, а также задействовать подготовленные на август-сентябрь стратегические резервы, Курская операция ВСУ уже будет оправдана. Судя по приторможенной реакции российского командования, процесс украинского развертывания прошел мимо них, либо был им неверно истолкован. Российские солдаты, мы не хотим войны. Сложите оружие. С вами нам будет проще договориться, чем с шайкой наркоманов и нацистов, засевших в Кремле. Возможно, они посчитали, что Украина таким образом прикрывает сумское направление от российского вторжения. Генерал Буданов удачно подыграл своими заявлениями о подготовке россиянами наступления на Сумы. Кажется, что это еще даже не середина партии. К вечеру среды. Общая площадь территории в Курской области, откуда приходили сообщения о появлении украинских военных, достигла 350 квадратных километров. При этом в Американском институте изучения войны сообщают, что украинские силы контролируют 11 населенных пунктов Курской области. Если ведь российским ЗЭТ-каналом, ВСУ в Курской области захватили села Горналь, Гуево, Куриловку, Леонидово, Любимовку, официального подтверждения этой информации ни с российской, ни с украинской стороны нет. Кроме того, телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что ВСУ удалось взять под контроль станцию прокачки газа «Суджа». Через эту станцию идет транзит российского газа в Европу. Автомобильный пункт пропуска «Суджа» на границе России и Украины тоже находится под контролем ВСУ. Украинские телеграм-каналы опубликовали кадры, как десятки российских военных на этом КПП сдаются в плен. До этого там шли бои. Пункт пропуска в результате сильно пострадал. Асинт-аналитики геолоцировали эти кадры. Однако мнение, кто сдается в плен, российские пограничники, кадровые военные или это срочники, разделились. В российском Минздраве сообщают, что по последним данным из-за обстрелов в Курской области в больницах находятся 34 человека. Российские власти также читались о пяти погибших, среди которых фельдшер и водитель скорой помощи. Губернатор региона сообщил, что в связи с последствиями атаки ВСУ в Курской области введен режим чрезвычайной ситуации. Никто из военного или политического руководства в Киеве до сих пор не прокомментировал происходящее в Курской области. И через сутки после прорыва границы в Курской области Владимир Путин устроил совещание с силовиками и военным руководством. За столом не сидел только глава генштаба Валерий Герасимов. Сообщается, что он находится на одном из пунктов оперативного управления и докладывал о ситуации под Курском по видеосвязи. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. Герасимов также сообщил, что в Курскую область зашли подразделения в ИСУ численностью до тысячи человек и якобы украинские силы уже понесли значительные потери, в том числе десятка единиц бронетехники. Проверить эту информацию невозможно. Герасимов заверил, что операция продолжается и будет завершена, цитата, разгромом противника и выходом на государственную границу. Перед этим Путин продвижение украинских войск на территории России назвал провокацией. Есть ли понимание по количеству врага, которые до сих пор находятся в нашей стране, по количеству техники, расскажите? Ну, это немалые силы. То есть это не какая-то небольшая диверсионно-разведанная группа, которая зашла и лазит по нашим лесополкам. Это войсковая операция, целое подразделение. Для этого наступления противник готовил несколько механизированных и мотострелковых бригад, которые сейчас стоят в три эшелона. Один эшелон, собственно, наступательный, который находится на нашей территории. Второй эшелон – это подразделения, которые стоят за границей в Сумской области. Ну и третий эшелон – это эшелон резервов.